Вот уже несколько месяцев детский дом для сирот с особыми потребностями пустует. Воспитанников пришлось эвакуировать, когда в городе стало неспокойно. И как потом оказалось, не зря. 1 июля детский дом засыпало снарядами. На территории обнаружили 13 ям. На территории 13 выбоев. Сколько было снарядов? Вернуться в родные стены воспитатели смогли лишь после того, как в город зашли украинские войска. Первым делом пошли осматривать, что уцелело. Самое честное, что все люстры целые. Вот оттуда залетело. Видно, вот видите, зеркало в стене. Здесь висело, знаете, как занавес. Розовое, сиренево, бежевое. Здесь как занавес так вот было. Очень красиво и здесь уже было. Вот сюда залетело. Ну, рамы тоже в столе не были. Вот видите, потолок был подшитый. Прорвало потолок, видно, туда кровь и вылетело. Все эти двери, это все было выбито. Только стены стояли. Вот это вот мой кабинет. А вот это тоже, где все валялось на полу. Все, что было, не знаю, какая-то сила волны была. Что все это, все было в стекле. Слава Богу, что меня здесь не было. Не было тут и детей. В это время они все находились в детском лагере «Изумрудный город», где будут находиться до того момента, как их дом полностью восстановят. За наведением порядка в доме сотрудники принялись сразу же. Кто-то мыл полы, кто-то вытаскивал игрушки из-под завалов. У нас не было воды месяц, не было месяц света. Здесь девочки даже носили воду в баулах для того, чтобы тут что-то хоть сделать. Шторы, цветы, игрушки. В доме должно быть все идеально, говорят работники Тополька. Идеально хотя бы тут, в доме. Ведь на долю этих детей и так выпало немало страданий. У нас детей вообще 40 человек. От трех до семи. Да, у нас дети со соблобием и потребами. У нас дети все с проблемой умственного развития. Плюс там еще добавляется куча других болячек. Это и ВИЧ-инфекция, и астоматический синдром, и эписиндром. У нас эпилепсия дети есть. У нас был ребенок, которого, когда его привезли, нам его, у него ножки были сложены как-то поза лотос в йоге. А, кажется, он жил в будке все это время. Вот ему было три годика, он привез. Потом ему делали операцию, у него практически уже кости были, так сказать, в состоянии неправильно развивались, сформированы были неправильно. Увы, но для восстановления пострадавшего здания одного желания мало. Необходимы средства, и немалые. По предварительным подсчетам ремонт выйдет более чем в 200 тысяч гривен. Мы разослали письма, просьбы во многие организации. Благотворительные фонды, частные предприятия. Но на сегодняшний день откликнулся только футбольный клуб «Металист». Вот они откликнулись, они у нас уже были два раза. Все должен приехать человек, который будет окна замерять. Вот они предлагают нам свою помощь, сразу они предложили, одни из первых. Клуб пообещал, что это будет не одноразовая помощь, а целая серия. Ставят окна, заменят двери, восстановят стены на лестничной клетке. Мы туда отправили нашего начальника хозяйственной части. Он у нас специалист в этих всех вопросах, касающихся строительства, ремонта и так далее. Он непосредственно с руководством детского дома осмотрели всю территорию и выбрали приоритетное направление. То есть мы решили полностью восстановить один корпус общей площадью 300 квадратных метров. Изначально было решено выделить необходимую для ремонта детского дома сумму от продажи билетов на матч «Металист Гаверла». Однако на эту игру пришло неожиданно мало людей. Мы заработали на этом матче 101,5 тысячи гривен. Если бы на матч пришло 40 тысяч человек, и мы бы заработали миллион, мы бы потратили миллион. Недостающую сумму «ФК «Металист»» выделил из собственного бюджета. Обещают, несмотря ни на что, сделают все возможное, чтобы воспитанники вернулись в свой родной дом как можно быстрее. Ольга Калиниченко, Денис Вишневский, 057UA.